на ремонте шлифмашинка skill. модель распространенная 7600. есть у нее один недостаток. она включается, но не крутится лента из-за проблем с ремнем. и уже теперь снял ремень. проблема не только с ремнем. откручиваются вот здесь три винта. неоднократно менял. здесь я уже посадочное место под подшипник заливал. эпоксидной смолой. с этим все в порядке. зазор небольшой, но разбилась полностью вот этот шкиф пластиковый. попытаюсь сейчас показать. абсолютно сточился. и поэтому проскакивает ремень. вот здесь облизывается ремень. разбивает ремень. и уже ремонту не подлежит. я уже чистил. найти такую деталь не просто оказалось. где только не искал. есть модели с металлической шкивом. но все равно не нашел. в сервисном центре. обратился в сервисный центр. и мне нашли вот такую штуку. почему-то у них оказалось валялось. и они мне бесплатно прислали. не знаю по какой причине. сказали что может быть подшипники проблемные. я посмотрел. вскрыл пластинку этого подшипника. положил туда смазку. и все. в общем то в нормальном состоянии. поэтому будем менять ведомый вот этот вал. и будем менять ремень. ремень вот такой. 2114 ширина. значит что для этого необходимо открутить глубокой отверткой вот эту часть. только. и тогда у нас будет доступ. он там никак не крепится. просто вставляется вал. просто вставляется. и так откручиваем вот эти два винта. значит там винты или под звездочку или плоскую обыкновенную плоскую отвертку. открутил. и снимаем аккуратно вместе с валом. а вал тут просто вставляется. ну вот и все. этот старый снимаем. новый вставляем и ставим на место. и закручиваем. больше ничего не делать не надо. поэтому тут все предельно просто. но отцепилась пружина. надо ее поставить на место. покажу чтобы не путались куда обставляется пружина. видите вот так обводится и вот туда в паз. если у вас выскочит вот так. еще раз. попытка номер два. вставляем назад. пружина не выскочила. значит все в порядке. собственно все. теперь как видим здесь или звездочка или плоская отвертка. закручиваем назад. и уже потом будем устанавливать ремень. и так установлен уже с ним все в порядке. ремень устанавливается сначала туда на металлическую часть. надеваем и потом такими движениями вот так. теперь когда мы будем ставить крышку. здесь есть вал. он схватит и натянет самостоятельно. она сейчас тут двигается. видите. и натяжение меняется. в зависимости от положения. но вот этот вал когда мы вставляем он входит в вал и натягивает. вот так. все натянута. закручиваем. и у нас получается рабочая шлифмашинка. итак смотрите несложный ремонт. найти вот такую штуку почему-то оказалось непросто. отдельно этот шкив не меняется. он цельнолитой. но у меня получилось найти. поэтому пробуйте. подписывайтесь на канал. с самой шлифмашинкой все в порядке. она работает. работает неплохо. модель скилла. по посадочным местам пластик везде. и я уже говорил что мне пришлось и посадочное место основного ведущего вала разболталось. и пришлось его ставить на эпоксидную смолу. потому что там само гнездо подшипника есть у меня на канале видео как я это делал. собственно все. сейчас поставлю ленту и буду пробовать. при установке ленты обратите внимание что у нее есть направление. там есть стрелочки направления вращения. устанавливаем. думаю что еще какое-то время послужит. сделал он и так. немало работы. подписывайтесь на канал. как видите несложными инструментами можно решать сложные проблемы с электроинструментом и с бытовой техникой. с ремонтом автомобиля. увидимся на канале. очень много материала. на канале именно все по ремонту. только ремонт. всего доброго. увидимся. спасибо. спасибо.